всем привет друзья у нас у лисюши сегодня поднялась температура 38 и 3 вот неизвестно это на зубы или что в общем неделю назад у нас тоже была температурка 38 и 2 38 и 5 в общем как все получилось но у нас была температурка мы конечно сбивали ничего в общем не было больше просто сопельки пошли мы с алисой погулять на улицу было солнышко и потом зашли домой этот говорю где-то неделю назад было в общем я ее еще держу на руках и и затрясло у нее посинели губки ручки и ножки хотя она была вся одета тепло вы знаете что я все время путаю когда мы ходим вот и в общем ее затрясло меня тоже уже затрясло потому что очень сильно напугалась саша как раз был на доме он задувал в это время эковату весь был в эковате в маске все волосы в эковате я позвала надю грнадя быстро зови папу в общем он прибежал видеть что я тоже трясет мы быстренько дали ей одну четверть ножпы нам так сказал врач делать еще не с ней с другими детьми что когда холодные ручки и ножки и в общем синеют вот губки нужно чтобы кровообращение как бы улучшилось ножки в ручки и что в общем дать ножку одну четвертую но это все что я могла и быстренько дать меня уже тоже трясло я говорю саша давай скорую вызывать но ее она уже просто у нее синие такие губы были что мы так сильно напугались я позвонила маме она прибежала сидела с ребятами и мы поехали быстренько в иркутск в ивана матрионевскую больницу на прием к врачу потому что здесь у нас врача сейчас своего нету в листвянке тоже у нас в отпуске врач в общем никуда не обратишься мы поехали в больницу и в общем нам сказали что это была такая вот реакция перед температурой высокой то есть вот тоже смотрите если у вас маленькие детки и они у них холодные ручки и ножки и тем более синеют губки нужно обязательно ехать к врачу нас не стали ложить больницу отпустили сказали что это у вас ну как бы все прошло это перед температуркой такое вот случилось обязательно сказали поите ребенка то есть если вот у вашего ребенка также все случилось это обязательно конечно нужно к врачу не обязательно нужно поить водичкой морсиком только не холодные на скал обязательно теплый не молоко молоко вообще исключается теплый чай морсик компотик тепленькое что-нибудь такое лечи и для детей продаются только не холодное вот и обязательно сказала если опять случится такое что ребенка допустим он начинает синеть, то есть это страдает очень сильно сердечко, она сказала, что может ребенок даже погибнуть, быстро нужно ехать в инфекционку вот, поэтому следите, если у ваших ребятишек синеют губки, и они плохо как бы дышат, да, конечно у Алисы носик не дышал но мы побрызгали быстренько капельки пока ехали, я в машине все смотрела, молилась там думаю, ну чтоб дышала она все, потому что спазм может там в легких быть, или что в общем, не знаю, маленькие же ребятишки, мало ли что еще может случиться, в общем мы помчались скорее к врачу, вот она послушала сказала, все хорошо, пока что назначила нам тантум верды и капельки в нос чтобы обязательно капали сосудосуживающие на зевин мы по-моему купили в спрей туалет носа и рта делать, то есть смотреть, чтоб все было чистенько, никаких сопелек все убирать вот, и сказал, что если еще поднимется температура, то будете со своим врачом уже, ну придется уже наверное в Сдержинске ехать решать меры о антибиотиках ну то есть вот уже пошла прошла неделя, то есть не было температуры тут бац, опять температура скорее всего у нас либо зубы что конечно будем смотреть либо у нас уже сначала значит вирусная была инфекция, а сейчас бактериальная подцепилась, ну что очень часто бывает да, вы знаете вот, поэтому сейчас у Алисы опять поднялась температурка и вот будем смотреть, то ли это зубки то ли это мы начинаем опять заболевать вот, сейчас она вот пока тепленькая дала марафен потому что она очень сильно капризничает ну в общем вот с нами случилась вот такая история, что вот ребенка прям знаете, вот так вот трясло прям это вообще очень страшно такое наблюдать ну мы хорошо, мама моя рядом, я позвала ее быстренько, она прибежала сюда и мы в машину нас еще отругали, что не на скорой но это всегда нас так, знаете, ругают я когда езжу в роддом Саша меня возит обычно сам и нас тоже очень сильно ругают, почему не на скорой ну собственно, если у тебя машина рядом почему я не могу взять ребенка и быстренько везти я что, еще буду целый час ждать с Иркутска пока приедет за нами скорая то есть мы просто приехали сами и все ну благо, врач хороший, посмотрела все в общем, вот так вот смотрите за своими ребятишками сейчас у нас такой период эпидемии всякие, да, вирусные эти все инфекции со школы ребятишки, конечно, очень часто приносят у нас сейчас в школе много кто болеет в разных классах, пять учеников у нас и в каждом классе обязательно кто-нибудь болеет вот, я дома сейчас проветриваю, кварцую я у нее спросила, можно ли включать кварц ну так часто, как мы его включаем закрытого типа, она сказала, что да, обязательно проветривайте и пусть кварцуется квартира вот, так как у нас много народу здесь в доме и ну как бы, естественно, скучность получается, да чаще надо проветривать и кварцевать протирать, естественно, влажная уборка ну вот, меня смущает наши палаты что, конечно, тут не протерешь их единственное, что я могу это протирать пыль, кварцевать и проветривать дом все ну и какие-то там меры профилактики принимать там фрукты кушать, может, витамины, да чеснок, лук, это естественно вот, ручки протирать там каким-нибудь дезинфицирующим средством игрушки может мыть так что, вот так у нас сейчас температурка молитесь за нас, пожалуйста дай бог, чтобы все обошлось чтобы все было хорошо у Лисюши все, всем удачи, всем пока-пока надеюсь, это видео было для многих мамочек тоже полезным все, пока, ребята вот так